Неравнодушные горожане пригласили нашу съемочную группу на экскурсию к истокам речки Раздельная. По мнению людей, нечистоты, сбрасываемые из коровника, стоящего в районе поселка Маяк, попадают в Раздельную и дальше выносятся к водозабору. Мои коллеги попытались разобраться в этом тухлом деле. Берчанин Юрий Шпет рассказал, что в прошедшем году уже обращался в Бердское управление природных ресурсов, в областной департамент охраны природы, в администрацию нашего города по поводу сброса нечистот в Раздельную. Но нечистоты, сбрасываемые из коровника, по-прежнему загрязняют воду реки. Исток речки, на которой изначально 300 лет жили люди и пили прямо из нее, я в том числе. То есть родниковая вода все питалась. И сейчас вот здесь, вот он шланг выброшенный, стекает все в пойму. Вот эти стоки заходят в речку, они вверх не могут идти, только вниз. Проходят через поселок Боровой, через дачи, через профилакторию Сибиряк, через профилакторию Рассвет, лодочную станцию, где полно людей, пионерлагерь Юбилейный, спортивный лагерь Дельфин, опять дача вот в этом Приморском. И как вишенка на торте, извините она за кощунство, водозабор наш, с которого мы пьем воду. Прошлый год вообще было поголовно, шла муть такая, рыба вся сплавлялась, сдыхала. И это будет долго продолжаться. Где здравый смысл? Не понимаю. Из-под забора немаленького фермерского хозяйства выходит толстая кишка шланга. И как огромный удав, теряясь в зарослях, уходит куда-то в сторону. Там-то, по словам неравнодушных горожан, собираясь из ручьев и родников, формируется река Раздельная. Непосредственно момент сброса увидеть не удалось, но на ощупь толстый рукав в местах прогибов полон какой-то жидкости. В воздухе запах навоза и тучи мух. Сергей Затонских охотовед на пенсии. Дан на экологической проблеме, дает профессиональную оценку. Сторожилы называли ее Гуменка, все, скажем, соответствуют названию. Идет там, этот ручей идет через четыре озера, которые в том году убили этими нечистотами. Вся рыба там всплыла. То есть это не замор был, это был июнь, месяц, конец где-то. И затем она, эта речка впадает в обское водохранилище. И параллельно это все убивается. И животные мир, тут были бобры, их уже сейчас нет. Просто там эти озера забродили. В прямом смысле забродили. Зеленая вода, рыбы нет. Раньше там рыбы ловили все, полберска там рыбачили. Почему проблема не решена, и в этом году мы с ней сталкиваемся вновь, осталось непонятно. Но руководитель берского управления...